Моя тележка постепенно наполнилась апельсинами. Сегодня у нас понедельник и первые коробки отправляются в путь. Одна зрительница меня спросила, как нам в голову пришла такая идея установить здесь на острове Сицилия в доме камин. Добро пожаловать на апельсиновый хутор. В прошлом видеоролике я показала мою новую кухню. Спасибо за ваши отзывы, спасибо за вашу помощь. Что касается некоторых понятий в русском языке, мои зрители мне помогли и сказали, что моя столешница называется на русском языке керамика гранит. Я думаю, что это название ей соответствует. Я сегодня собираюсь опять заняться сбором апельсина. Филиппу работает над облицовкой одной стены в нашей спальне, облицовывает он ее камнями. Процесс этот довольно-таки долгий, трудоемкий. Нужно приложить терпение ко всему этому делу, поэтому длится он уже у нас довольно-таки долго. Погода у нас замечательная, солнечная. Девочки на улице гоняют на велосипедах. Они очень рады, что у них наконец-то снова появилась возможность ездить на велосипедах. Я, конечно, им расстояние ограничила, куда можно уезжать. В левой стороне у нас находится еще всего один дом, и эта улица у нас здесь частная, поэтому здесь практически транспорт не ездит. А в той стороне я им разрешила ездить до следующего фермера, там, где он держит коз. Поэтому правая сторона у нас ограничена козами, а в левую сторону они могут проехать всего лишь до одного соседа. Я думаю, что здесь я их могу оставить без присмотра, и они самостоятельно могут познакомиться с ближайшей местностью. Я в это время ставлю на плиту готовить куриную грудку. Хочу сегодня приготовить салат по рецепту одной зрительницы. Ну, а я уже с утра одела рабочую одежду и иду собирать апельсины. Сегодня мне бы еще раз хотелось взять вас с собой на сбор наших цитрусовых фруктов. Но рассказать мне хочется сегодня не только о сборе, а хотела бы вам показать все от начала до конца, то есть от сбора до того момента, как наши фрукты отправляются конечному потребителю. То есть до того момента, как мы наши посылки с фруктами сдаем в курьерную службу. Для того, чтобы путь, который проделывали наши фрукты, оказался как можно короче, то есть чтобы фрукты сразу оказались в руках их потребителей, а не в руках перекупщиков, нужно, конечно, заниматься, во-первых, маркетингом. Мы наши фрукты продаем и как здесь на месте, так и отправляем за границу. Хотя должна сказать, что основной рынок сбыта это за граница. Что касается поиска покупателей за границей, этим полностью занимаюсь я. И основные наши клиенты это в основном наши подписчики, те, кто смотрят наш ютуб-канал. Хотя я должна сказать, что если изначально это было действительно так на сто процентов, то теперь я замечаю немного другую тенденцию. Фрукты, которые покупают наши подписчики, они оказываются, конечно, на столе. Покупатели делятся ими со своими родственниками, со своими детьми, друзьями, соседями. Поэтому рекламу на нашем ютуб-канале мне приходилось делать всего один раз. И с тех пор, как я впервые объявила о том, что мы готовы наши цитрусовые фрукты продавать и за границу, после этого я составила список интересующихся. То есть с того момента, как я сделала рекламу на моем ютуб-канале, мы занимались, отрабатывали только те заказы, которые вошли. Если у вас появился интерес заказать наши фрукты, то сделать вы это можете через WhatsApp или через Telegram. Номер я оставлю под видео в описании. Это была информация относительно маркетинга. Я лично должна от себя сказать, что мне очень нравится поддерживать контакт с нашими клиентами, очень нравится получать отзывы и очень рада обеспечивать вас фруктами биологического качества. От маркетинга перейдем к сбору фруктов непосредственно. Делается это, конечно, все параллельно. То есть мы одновременно принимаем заказы и тут же заказы, которые уже вошли, отрабатываем. Участок у нас большой, различные деревья, мандариновые, апельсиновые, лимонные и другие разбросаны по всему участку. В основном цитрусовыми фруктами у нас засажена отдаленная часть участка. А вот и наша знаменитая помощница, которая нам помогает доставлять фрукты до самого дома, там где мы их расфасовываем. Поехали за апельсинами. На этом дереве остались фрукты еще только на самой верхушке кроны, поэтому будем работать на лестнице. КОНЕЦ 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 Моя тележка постепенно наполнилась апельсинами. Мне обычно бывает трудно остановиться, когда я начну собирать фрукты, но все-таки сейчас самый тот момент, когда нужно отправиться в направлении дома, пока апельсины не начали вываливаться. Как мы наши цитрусовые фрукты упаковываем, хочу вам показать еще. На дно картона я обычно складываю лимоны, апельсины и грейпфрут, потому что они самые твердые и самые тяжелые. Мы, когда делали наши первые коробки с фруктами и пересылали их, начали собирать фрукты без веточек, без хвостиков. Но все-таки без веточек фрукты, они некрасивые, они неживые. И позже все-таки мы начали собирать наши фрукты с веточками и листочками. Если цитрусовые оставлять с хвостиками, то появляется опасность того, что фрукты друг друга повредят. Поэтому нижний слой апельсинов я складываю хвостиками вниз. Первый слой я накрываю бумагой. Здесь у нас получается стандартный заказ. В основном заказывают у нас смешанные коробки, лимоны, апельсины и мандарины. Поэтому это вот у нас стандартный пример. Сверху бумаги я выкладываю мандарины. Первые мандарины я выкладываю хвостиками вниз. Вот примерно по такому принципу. Здесь у нас с правой стороны мандарины, а с левой стороны клементины. Принимая заказы, мы клементины и мандарины не делим. Мы принимаем заказы просто на мандарины. Почему мы это делаем? Потому что когда поспевают первые апельсины, то первыми наряду с ними, наряду с апельсинами поспевают клементины. Клементины у нас уже практически почти закончились. апельсины еще есть апельсины даже еще не все поспели и после того как отходит клементины поспевают мандарины клементины я уже рассказывала в одном из видеороликов клементины это скрещенные мандарины мандарин скрещенный с апельсином как я уже сказала клементины практически заканчиваются и все заказы в будущем мы будем делать только с мандаринами и на слой мандаринов которые я выложила хвостиком вниз я буду выкладывать еще один слой мандаринов хвостиками кверху вот такая у нас красивая коробка получается конечно я не исключаю такой возможности что во время доставки каким-то образом фрукты повернуться и все равно какие-то получится повреждения но изначально мы стараемся упаковывать наши фрукты придерживаясь определенной системы и надеемся что таким образом они дойдут до наших клиентов не поврежденными а сверху на фрукты я еще кладу в подарок лавровый лист лавровый лист у нас тоже растет на участке его у нас достаточно поэтому дарим его с удовольствием одарить лавровый лист мы тоже начали не самого начала просто идея это в голову изначально не пришла но теперь это делаем регулярно все это время коробка с фруктами у меня стоит на весах важно чтобы посылка с упаковкой у меня не превышала 20 килограммов иначе мы перейдем уже в другую категорию что касается цены за доставку отправляем наши посылки мы обычно в день сбора и после того как я их собрала и упаковала стоят они обычно здесь у нас прям около входа в дом на террасе куда не попадает солнце и где они не могут намокнуть в случае если пойдет дождь делаем доставку мы через курьерную службу гей лес мы рассматривали и другие варианты но на данный момент все-таки другого более подходящего варианта мы не нашли через почту через итальянскую почту отправлять оказалось еще намного дороже на данный момент ни один ни одна посылка еще не потерялась так чтобы ее прям не могли найти бывало такое что гей лес назначал термин и в определенный день посылку не доставили но доставляли тогда позже и посылки всегда доходили здесь по месту в нашу курьерную службу мы коробки с цитрусовыми фруктами отвозим на нашем прицепе сегодня у нас понедельник и первые коробки отправляются в путь фрукты фруктами обед по расписанию прибежала лиза сказала что они проголодались поэтому я сейчас доделаю наш салат из куриной грудки и сельдерея и будем обедать рецептом как я уже сказала поделилась одна подписчица салат делается из куриной грудки из стебля листового сельдерея из апельсина а также по моему с добавлением лука кроме этого хочу сделать свой майонез и и заправить им салат возьмем с собой лук вот с такой у меня начну с приготовления майонеза для этого мне понадобится одно яйцо 100 грамм масла можно взять масло оливковое можно и другое растительное масло а также мне понадобится миксер на 100 грамм масла беру одно яйцо у нас свое оливковое масло поэтому буду пользоваться им я мальчик я не сделаю не в первый раз проще всего майонез делать в узком стакане высоком к сожалению у меня здесь его не оказалось а мы еще не все привезли в новый дом а поэтому пришлось воспользоваться стакана более широким а теперь буду опускать блендер в масло с яйцом блендер нужно держать прям поверх яйца и самое главное не водить им то есть не поднимать его вверх и вниз иначе майонез будет жидким и не получится опускаю блендер прямо на яйцо мой майонез сегодня получился не особо густым если вы хотите майонез погуще и он получился не особо густым то можно добавить еще одно яйцо и повторить всю эту процедуру а также можно майонез посолить и добавить уксус я сегодня этого делать не буду потому что я его сразу сейчас же использую для салата и добавлю просто необходимое количество соли в салат майонез я убрала в холодильник приготовила и помыла здесь сельдерей точнее его стебли только отварила куриную грудку здесь наш лук и приготовила апельсины здесь у меня апельсины разные ванильные и кисло-сладкие так начну наверное начну с сельдерея когда рецепт прочитала не записала его поэтому делаю теперь салат настолько насколько могу его вспомнить если я сделала что-то неправильно и та зрительница которая поделилась рецептом меня смотрит то пожалуйста меня исправьте внизу в комментариях сельдерей нарезала я небольшими кусочками теперь нарежу куриную грудку и ее нарежу соломкой лук я нарежу курицами лук я нарежу курицами лук я нарежу курицами пупля дочка столько хватит это не важно это не важно это не важно это кислое А пока у нас сезон цитрусовых фруктов, то апельсины у нас, конечно, и другие цитрусовые фрукты ежедневно на нашем столе. Мы их так просто чистим, едим, и различные салаты делаем, и чай у нас с апельсинов дейжедневно есть, и сок апельсиновый каждое утро. У меня на салат ушли 4 маленьких апельсинов, луковица и прям такая большая хорошая куриная грудка, а также несколько стеблей сельдерея. Теперь можно салат заправить, добавляем немного черного перца, посолим и добавим наш майонез. Не такой уж не плохой получился. Я думала, он получился жиже, а, знаете, Лисеш, хороший получился. Лисешка не раскашлялась вся совсем, а? Будем пробовать. Вкусно. Можешь пробовать? Я лично очень люблю салаты с добавлением фруктов. Этот салат абсолютно на мой вкус, очень понравился. Всем могу только посоветовать. Огромное спасибо за рецепт. Идем с девчонками. Хотим посмотреть, есть ли у нас еще айва. Хотим приготовить ее в духовке с медом. На деревьях, конечно, уже айва у нас давно не осталась. Но я помню еще в том году, когда участок мы купили в феврале. И еще, наверное, после этого, месяца два, мы собирали с земли айву и готовили ее в духовке. Хотим посмотреть, а в этом году та же самая ситуация или нет. Надеемся, что в этом году еще найдем ее. Да, Лисеш? Да. Да. Плохая? Может быть, половину отрезать можно? Это хорошая? На полу, конечно, сгнили они, которые мы не собрали. Это можно взять дочь. Смотри, они с той стороны не гнила? Это земля только? Если земля только, можешь взять. Нет, наверное, Лисе, это нельзя. Или? Потому что здесь она еще четвертая. Эту нет. Можно эту сторону срезать? Эту нет. Это никак. Уже поздно. Там, посмотри, прям под деревом еще. Эту можно, это вообще замечательная. Это плохая, а та хорошая еще совсем. Это маленькая совсем, нет, она, я не думаю, хорошая что-то. Замечательная. Это природа, дочка. Ты ногти накрасила краской какой-то? Да. Черный, я испугалась, думала, ноготь отбила где-то. Кушать? Я не знаю, кто это. Может быть, нам кто-нибудь подскажет, что это за создание. Ну, пусть она останется, пусть он ее кушает. Как лоси. Мама, это не короткая. Хочешь, бери. Хочешь, бери. Угу. Все, наверное, достаточно. Спрятался он? Да. Это жук какой-то. Червяк какой-то. Достаточно, я думаю, дочки. Обрежем ее все и приготовим с медом. Получится у нас десерт. Кислица у нас начинает цвести на участке, а все эти желтые цветы, это все кислица. Как она только отцветет, сразу начнет она отходить. Как клево отцветет. Летом она будет спать, а как только пойдут дожди, она вырастет. Опять проснется и вырастет. И баранами нельзя кушать, только если у них что-то в животе. Угу. На голодный желудок нельзя, да? Мы здесь недавно по соседству познакомились с одним пастухом. Он приводил свое стадо баранов и пас на соседнем участке. Филиппу с ним разговаривался и он нам сказал, что баранам нельзя есть кислицу. Если ее скосить и высушить в сухом виде, бараны ее кушать могут. Но только не на голодный желудок и не в сыром виде, так как она вот растет. От кислицы, по словам пастуха, у баранов будет вздутие живота и животные погибнут. Мы, конечно, от этой новости были в шоке. Мы планировали тоже здесь у нас на участке держать животных и в частности баранов и рассчитывали, что они нам будут помогать ухаживать за участком. Избавиться от кислицы очень трудно, это нам пришлось бы весь участок засеивать другой травой, что, конечно, означает огромный объем работы. Если у кого-то из вас есть опыт с баранами и с кислицей, то, пожалуйста, поделитесь с нами и расскажите мне, достоверна ли эта информация. Надеюсь, что у кого-то из вас есть такой опыт и надеюсь на советы, на полезную информацию. У нас, к счастью, животы от кислицы не вздуваются, да, Лисеш? Девчонки. Девчонки кислицу и так в сыром виде едят. И мы ее в салат добавляем. Я кислицу и в борщ добавляла. И по вкусу он получается как суп из щавля. Нам понравился. Да, Лисеш? Со сметаной очень вкусно. Айва у меня уже была, конечно, не та, чтобы ее можно было, как яблоки, разделить на половинки и наполнить медом. Именно так мы больше всего любим запекать яблоки и айву в духовке. Мед у меня каштановый. Тоже пахучий, очень-очень вкусный. А как пахнет айва, об этом вообще, этого вообще не передать. Пахнет она также здорово, как пахло, когда айва еще висела на деревьях. Но после того, как она отлежалась под деревом, стала она еще слаще, еще вкуснее. Я кусочек попробовала свежий. Очень пахучая и вкусная. А сейчас мы это все запекем в духовке и получится отличный десерт. Вкуснее любых конфет. Пахнет. 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 Раз уж я в прошлом видеоролике пообещала осветить тему камин, то постараюсь сегодня это сделать. Одна зрительница меня спросила, как нам в голову пришла такая идея установить здесь на острове Сицилия в доме камин. Ну и вообще, что касается отопления, когда мы еще начали только перестраивать дом, этот вопрос, конечно, был очень актуальным, мне его часто задавали. Есть вообще необходимость ли на острове в отоплении, есть ли в домах отопление? Особо я эту тему не затрагивала никогда, но сегодня как раз, наверное, подходящая возможность. Я, как уже часто рассказывала, раньше сюда на остров приезжала только в летний отпуск. Здесь мы проводили наши 2-3, случалось и 5 недель. С темой отопления и с температурами меньше 30 градусов я на Сицилии вообще не сталкивалась. С тем, что и на Сицилии бывает холодно, по крайней мере в помещениях. Это явление я увидела первый раз, когда мы приехали, это было в 2022 году, в декабре, в конце года, перед самым Рождеством, сюда, на остров Сицилия. Тогда, как и в прошлом году, в декабре, на острове была замечательная погода, стояли днем температуры больше 20 градусов, а ночью температура воздуха опускалась до плюс 15-12 градусов. Мы, приехав на остров, поселились в нашей городской квартире, которая досталась Филиппу по наследству от его родителей. Только тогда я столкнулась с таким явлением, что и на Сицилии можно мерзнуть. И практически ежедневно была такая ситуация, что погреться можно было только на улице. То есть мы выезжали на пляж, и на улице еще было в декабре 25 градусов плюс, а в квартире у нас было всего 15 градусов. Во-первых, у нас окна в квартире выходят на несолнечную сторону. Это одно, но холодно было не только у нас. Когда мы начали ездить в гости к родственникам, то они нас встречали зачастую в банных халатах. То есть они одевались тепло в квартире, и плюс сверху одевали банный халат. Я, конечно, сразу начала задаваться вопросом, почему в домах не делают отопление. Пожилые люди часто говорили о том, что раньше таких низких температур на Сицилии не было. Но опять же, судя по разговорам, намного теплее зимой раньше не было. Если в прошлом году это была наша первая зима, температура опускалась до плюс 10, по-моему, плюс 7 градусов. И местные жители говорили, что так холодно еще никогда не было. Обычно бывало, что температура опускалась до плюс 12, до плюс 15 градусов. Ну и даже если температура опускается до плюс 12 градусов, когда мы въезжали сюда в дом, у нас температура ночью на улице тоже была плюс 15 градусов. Днем плюс более 20. И при этом на улице было теплее, чем дома. То есть если на улице плюс 25, а дома плюс 15, то это слишком низкая температура, чтобы себя чувствовать уютно. Такая же история у нас была, пока мы жили в квартире зимой. У нас температура, если мы не пользовались никакими дополнительными отоплительными средствами, у нас температура в квартире была плюс 15. Мы реально здесь на острове замерзали. Еще мнение самих сицилийцев о отоплении. Если пожилые всегда отговариваются тем, что раньше не было так холодно зимой, то молодое поколение обычно говорит так. У нас зима такая короткая, то есть 2-3 месяца, и мы как-нибудь уж переживем ее без отопления. Я вообще не понимаю, как можно жить 2-3 месяца, все время одевая на себя 100 одежек. И я, прожив одну зиму без отопления на Сицилии, сказала, что обязательно в нашем новом доме мы должны его отапливать. И даже если это 2 или 3 месяца, то дома должно быть тепло, дома должно быть уютно. После этого, конечно, встал вопрос, как мы будем отапливать наш дом. Мы размышляли о теплых полах, но так как квадратура дома довольно-таки большая, это нам вылетело бы, вылилось в довольно-таки приличную сумму. Поэтому от этой идеи мы решили все-таки отказаться и решили ограничить отопление нашего дома камином. Тем более топим мы дровами, а дров у нас на участке столько, что хватит их, наверное, на всю нашу жизнь. Камин мы топим практически круглосуточно. Конечно, если уезжаем иногда, то огонь потухает. Ну а так камин мы топим даже ночью. То есть, если кто-то из нас просыпается, я или Филиппу, то мы обязательно подбрасываем дрова. И если все-таки огонь в камине ночью потухает, то встав рано утром, мы сразу растапливаем камин, чтобы было дома тепло и уютно. Дров у нас уже было достаточно на участке, когда мы купили дом. Они немного слишком длинно нарезаны, слишком крупно. Поэтому Филиппу их еще раз пилит, так, чтобы они подходили по размеру в наш камин. И у нас уходит, если поленья крупные и прогорают не так быстро, то в день мы сжигаем два вот таких ящика. И таким образом отапливаем наш дом. Кроме этого, для нас камин это не только отопление, это живой огонь, это радость глазу. Еще наш камин не только с функцией отопления. У него есть дополнительное окошко, то есть он у нас с печкой, где мы печем, делаем нашу выпечку, наш хлеб ежедневно. Это еще один плюс. В других комнатах у нас никакого дополнительного отопления нет. Ванные комнаты мы отапливаем электрическими батареями. Я надеюсь, у меня получилось ответить на вопрос, зачем нам камин на Сицилии. Ну а с апельсинового хутора на сегодня все. Вам желаю всего самого хорошего. Пока и до новых встреч.